Господа, всем огромный привет, меня зовут Женя, вы на канале Ямыч и сегодня мы с вами разберем очень интересную тему это тема коммуналки в Польше в сравнении с Белоруссией потому что эта тема, я знаю, интересует очень многих сколько же все-таки в Польше стоит коммуналка поэтому это видео обязательно посмотри до конца я расскажу всю правду без каких-либо приукрашений и только честная информация Начинаем Но начнем из самого далека потому что в Польше не так все просто с отоплением, с газом и светом и так далее потому что в Белоруссии все просто одна схема, у тебя есть квартира и у тебя есть отопление общее вода горячая общая, холодная общая и газ только на плите ну, либо плита электрическая, газа вообще нет в Польше вариаций может быть масса есть такие же обычные варианты, как и в Белоруссии например, я сейчас так, в принципе, и живу у меня обычная однокомнатная квартира здесь центральное отопление, центральная горячая вода но нету газа от слова совсем, плита электрическая Такой вариант в Минске встречается довольно тоже часто Но есть другие варианты, например, вода идет в дом только холодная Горячая она становится только после того, как она зайдет в газовый котел Там нагреется и потом она уже горячей становится Соответственно, вы платите за газ больше Но может быть такой прикол, что у вас есть газовый больдер, но нету газовой плиты И вы все делаете на электричестве, на плите, понимаете? То есть вариаций будет очень много разных И вы можете понимать, что здесь может быть любой вариант с отоплением Он может быть, у вас либо местное отопление через общий котел Либо газовое отопление, у вас стоит своя колонка, которая нагревает батарею Либо вообще электрическое В Польше просто вот каждую отрасль в квартире, вот даже горячая, да, холодная, газ Можете взять по отдельности и менять вариации, потому что их здесь много Поэтому все не очень так, скажем так, можно сравнить ровненько, как в Беларуси Но я сравниваю похожие ситуации и возьму одинаковые числа для различных потреблений И сравним по ценникам, разложим все по полочкам Красненько расскажу про свою квартиру Я живу в Кракове, в однокомнатной квартире И у меня здесь центральное отопление, центральная горячая вода Нету газа, электрическая плита И за коммуналку я плачу 66 долларов 82 цента Все цены в этом видео будут в долларах, потому что нужно привести к общему знаменателю все суммы У меня ценник довольно низкий, потому что я плачу просто вот 66 долларов прям за все У меня не меняется ни зимой цена, ни летом Возможно, если ко мне в комнату сюда, точнее в квартиру едет еще один человек И мы будем жить вдвоем, то нам пересчитают, конечно же, воду И будем платить больше, если это потому что раз там в три месяца отправляешь все счетчики На сверху их сверяют И если вдруг-то перерасход, то они насчитают больше Какие лимиты, я не знаю, об этом можете даже меня не спрашивать Потому что они везде могут быть разные И я вот говорю только про сумму Потому что однушка в 66 долларов и 82 цента Плачу именно я каждый месяц только за коммунальные платежи без интернета Но так как у меня в Минске нет никакой однушки И сравнить такие же условия я не смогу Будем сравнивать с двушкой, в которой живет сейчас моя мама в Минске И по счастливой случайности я в Польше, в Кракове тоже жил в двушке Поэтому цены будут примерно одинаковые Но некоторые нюансы все-таки будут, о которых я расскажу чуть позже И быстро хочу вам напомнить о том, что у меня есть книга по изучению польского языка Которую я написал сам Это мой личный метод, который мне позволил за буквально год, даже меньше Освободить польский язык на таком уровне Что я сейчас спокойно веду польский канал И общаюсь с поляками на различные темы Поэтому, если интересно, почитай пробный отрывок И потом покупай, изучай в свое удовольствие Потому что репетиторы это не мое Я предпочитаю учить сам Если ты похож на меня, то беги, скачивай И потом выучишь язык Начнем со света Берем общую цифру для двушки в Минске В Польше, допустим, 100 кВт мы нажигаем И цена для Беларуси будет 7,5 долларов за 100 кВт Для Польши это будет 32 доллара Разницу, думаю, вы уже чувствуете Но это пока только свет В конце будет вообще общий итог Я посчитаю все платежи И поймем, где же платишь ты больше Что касается газа В Беларуси газ считается кубометрами Но в Польше и вообще во всей Европе Газ считается кубометрами Но в принципе не проблема Есть калькулятор в интернете И спокойненько можно перевести кубометры в киловатт-часы И получится, что примерно возьмем Допустим, да, для Беларуси Можно нажечь за месяц 10 кубов Я, конечно, не знаю, что там можно нажечь 10 кубов Но почему-то моя мама прислала мне именно 10 кубов За прошлый месяц То, что она оплатила И получается то, что за 10 кубов В Беларуси вы заплатите Доллар запитает 57 центов А в Польше это будет 6 долларов 24 цента За 10 кубометров газа Но по факту В Польше нужно было больше На предыдущей квартире мне платить Потому что там была газовая колонка Которая грела воду И примерно мы полили 30-40 кубов Вот, то есть это была еще даже Такая зима-лето Такой период еще, знаете, не самый холодный И мы нажигали на двоих 30-40 кубов газа Ну, цена, понимаете Но мы пока берем среднюю цену За 100 кВт-часов Либо 10 кубов Так вот Это у нас будет такая разница Дальше идем к коммунальным платежам Даже в Беларуси это называется Почему-то жировка Такая бумага приходит Где написано, за что вы платите в подъезде Условно за свет За уборку мусора Лифт и так далее В Беларуси оплата по коммунальным платежам За жировку Составляет 22 доллара 88 А в Польше За такую же двухкомнатную квартиру Я платил за коммунальные платежи 85 долларов и 53 цента Туда входит, как я уже говорил Это вывоз мусора Какие-то капитальные ремонты Какие-то, я не знаю Вот все возможные лифты Свет в подъезде Все туда входит в эту стоимость Но скажу вам сразу То, что по капитальному ремонту Реально дома ремонтировали В Польше я жил в доме Уже отремонтирован по капитальному ремонту И больше никаких сумм не взнимали Но я знаю, что есть люди, у которых в Беларуси ремонтируют подъезд Ты вроде платишь за капитальный ремонт Какими-то годами Да, там эти условно 2 доллара или доллар Но потом, когда его ремонтируют подъезд Какие-то счета дополнительные выставляют Мол, не хватило Вот это непонятно Если вы с таким не сталкивались Или вы считаете, что я не прав Пожалуйста, напишите об этом в комментариях под видео Потому что я такие истории слышал от своих знакомых Я сам не утверждаю Это все от моих знакомых пришло мне И последняя статья расходов для дома Это, конечно же, интернет и телевидение В Беларуси это будет, как обычно, зала Wi-Fi Среднестатистический, скажем так, интернет и селик Это будет оптоволокно 100 мегабит в секунду И в Беларуси за такой интернет Вы заплатите 13 долларов и 74 цента А в Польше такой же интернет И такое же телевидение Будет стоить 13,54 доллара И так получилось, что, в принципе, по отоплению Вот, допустим, отопление Я не знаю, как так получается Но в Польше я жил на двух квартирах И ни разу у меня не было отопления Как-то посчитано отдельно У меня были реально такие Это не заказ наряда называется Это типа чеки, да? Где я вижу, сколько было потачено киловатт Сколько газа было напалено Но не было отдельного расчета Какого-то за затопление То есть, есть такое понятие, как чинж администрационный Туда входят все платежи за воду За вывоз мусора и так далее В Польше он реально стоит Вот, довольно серьезных денег И он ощутим Видимо, туда входит, наверное, отопление Либо хозяин заранее насчитывает Но ни на одной из квартир Я ни разу не видел, сколько я плачу за отопление Но счетчики я скидываю за отопление Видимо, какая-то отдельная оплата есть Короче, я не знаю, если ты в курсе Напиши, пожалуйста, в комментариях под этим видео Как так происходит Почему я не плачу И не знаю, сколько я трачу денег на отопление отдельно Сумма, что летом, что зимой, одним цветом Ну что ж, подойдем итоги и все просуммируем В Беларуси за 120 часов Плюс 10 кубов газа Плюс интернет и коммуналочка Вы заплатите 48 долларов и 39 центов А в Польше за все те же услуги Вы заплатите 137 долларов и 13 центов Вот такая вот разница в сценах, ребят Почти в три раза разница между Беларусью и Польшей Но не стоит забывать о том, что есть разница также в заработках в Беларуси и в Польше Если вам приходят в голову какие-то интересные идеи по поводу того, что можно еще в Польше сравнить с Беларусью Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео Если будет стоящая тема, я обязательно запишу видео Ну и, ребят, не забывайте про мой инстаграм У меня есть инстаграм, где я показываю больше жизни в Польше Какой-то повседневный, рассказываю какие-то лайфхаки плюсы Плюс рассказываю больше о своей жизни Поэтому обязательно находите ссылочку в инстаграме в описании под этим видео Подписывайтесь на меня и будем держаться на одном волне У меня на этом все Огромное спасибо за просмотр этого видео Ставим лайки, не забываем подписываться, если еще не подписаны И до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok